Когда в муниципальном жилье случается ЧП, например, пожар, мэрия должна предоставить семье жилье из маневренного фонда. Но бывает, что новый дом едва ли не опаснее старого. Жильцы этого дома на улице Суздальская всерьез переживают за свое здоровье и здоровье своих детей. Стены муниципальной квартиры покрыты плотным слоем плесени. В помещении неприятный запах. От постоянной влажности болеют дети. А их в семье Лебедевых четверо. Мебель, которая стояла у стены, сгнила буквально в считанные месяцы. Двухъярусная кровать стояла здесь. Здесь вот на этом уровне, ну сами видите, плесень. И матрасы снизу начали гнить. Ну, как бы сказать, не то что гнить, а проволока начала ржаветь внутри. Все матрасы сырые, приходилось переворачивать, переворачивать. И матрасы вышли из строя. Вообще, практически кровать год. Сергей по своему дому периодически вводит экскурсии. То телевизионщики заглянут, то специалисты Роспотребнадзора. Все видят, квартира буквально рассыпается. На стенах от трещин нет живого места. Но помочь никто не может. Жилье временное. Сюда семью поселили после того, как в их прежнем доме произошел пожар. Сгоревшее строение признали аварийным. Теперь семье нужно ждать расселения. Еще несколько лет точно. Люди, которые не пережили это, которые живут в достатке, вот как Сизову примерно, или Растатуров, к которому приходишь, приходишь, а у тебя времени нет, иди, запишись на прием, через месяц придешь. Или отписку делает, вызовет кого-нибудь там, мастера. Я все под контроль возьму, все, иди. Все, у меня времени больше нет на тебя, иди. Все, через месяц приходит бумага от Растатуров. Денег нету, мы решаем этот вопрос, решаем и все это. Муниципальное жилье выделяется таким же метражом, как и предыдущее. Бремя по текущему ремонту полностью ложится на плечи новых хозяев. Здесь бремя это неподъемное. Даже обои поклеить нельзя. Бумага от стен отходит. Водопровод здесь на унитазе все заглушено. Тоже не работает ни черта, пробка стоит. Пол холодный, пол холодный. Сыро здесь, сами видите, какая. Постилаем коврики, чтобы детям, ну хотя бы. А вот смотрите, что под ковриками. В мэрии нам рассказали, что с семьей Лебедевых знакомы давно. Сергей регулярно приходит на приемы и жилье просит поменять. В маневренном фонде квартир с лучшими условиями нет. Есть только с частичными удобствами. Без воды, канализации или отопления. А жаловаться, говорят чиновники, не на что. Сами подписали бумаги на передачу квартиры по договору социального найма. Значит, все устраивало. Когда семья получала жилое помещение, заключала договор, письменно, согласилась на данное жилое помещение со всеми его недостатками. Есть возможность данной семье подойти к нам в администрацию. Мы можем подобрать другое жилое помещение. Но, к сожалению, то жилое помещение, которое требует, семья Лебедевых с проведенным ремонтом, большой площадью, так как состав семьи довольно-таки большой, это многодетная семья, в настоящее время в свободном фонде не имеется. То есть это будет другая квартира, тоже с естественным уровнем благоустройства. Сергей оправдывается. Тогда, в 2015-м, его жена была на девятом месяце беременности. Нужно было соглашаться на любое жилье, чтобы не остаться на улице. Сейчас супруга мужчины снова беременна. В этой квартире минимум до 2021 года им предстоит растить уже пятерых детей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.